Ежегодно на российских дорогах гибнут около 20 тысяч человек. В Ненинском округе за 10 месяцев текущего года в ДТП погибли трое. Почтить память жертв и обратить внимание участников дорожного движения на соблюдение правил вышли сотрудники окружного ГИБДД и дети. Это воспитанники Дома детского творчества. В морозный день на площади Ленина собрались более десятка детей в разноцветных жилетах. Это воспитанники Дома детского творчества, участники объединения «Юные инспекторы дорожного движения» и театральной студии «Отражение». В руках подрастающего поколения плакаты с призывами к водителям автотранспорта и белые шары с бумажными голубками, чтобы еще раз напомнить, что беда может случиться с каждым. Светофоры, регулировщики движения не регулируют. Если, например, светофор не работает, а регулировщика нет, может случиться с ДТП. За год, по данным ООН, в мире в ДТП погибает более 1 миллиона человек. В основном это молодежь до 30 лет. Чтобы привлечь внимание к проблеме смертности на дорогах, Генассамблея ООН учредила День памяти жертв ДТП. Ежегодно в третье воскресенье ноября во всем мире на дороги выходят активисты. В Наринмаре к проезжей части вышли сотрудники ГИБДД и воспитанники Дома детского творчества. Мы вообще работаем с сотрудниками ГИБДД уже более 15 лет. И, конечно, каждый год принимаем участие во всех социально значимых акциях, которые проходят у нас в городе. Ребята любят акции. Мы им разъясняем, что это за мероприятие, чему оно посвящено. И они, конечно, идут сегодня даже с родителями. Родители больше всех обеспокоены вопросами безопасности на дорогах. Ведь нередки случаи, когда в авариях погибают дети. За 10 месяцев текущего года на дорогах нашей страны погибло более 19 тысяч человек. Детей более 600. Мы с вами собрались сегодня выразить слова уважения и скорби тех, кого нет с нами. В память тех, кто погиб на дорогах нашего округа, в небо над Наринмаром выпущены десятки белых шаров и бумажных голубков. А в Байгавеленском соборе прошел молебен в память о погибших и служба за здравие участников дорожного движения.